В восьмой школе завершен ремонт кровли. Это позволило вернуть в учебный процесс законсервированные ранее помещения. Теперь в школе появились обновленные кабинеты и актовый зал. Подробности в репортаже Татьяны Мельниковой. Раньше все торжественные мероприятия в восьмой школе проходили в рекреациях. По принципу в тесноте да не в обиде. Ведь находиться в актовом зале было невозможно. Постоянное подтекание крыши привело к тому, что на стенах и потолке помещения поселилась плесень. Крыша подвергалась воздействиям воздушным, водным в более 10 лет. Естественно, страдало само здание школы. Были разрушены отмостки, были разрушены парапеты. Необходимо было осуществить ремонт самой кровли. Начальник городского управления образованием Наталья Тихонова отметила, что необходимость ремонта мягких кровель в городских школах сейчас выходит на первый план. Осуществить капитальный ремонт крыши в восьмой школе удалось благодаря участию в областной программе «Развитие образования до 2020 года». Я могу сказать, что именно по восьмой школе работа осуществлялась в плановом режиме. Поэтому, как мы говорим, попали они в программу. Не совсем попали, они стали достойными участниками этой программы, потому что требуется разработать соответствующие документы, подготовить проект, экспертизу на этот проект. Это тоже требует времени и средств. Школа здесь смогла предоставить необходимые пакеты. И в плановом режиме, не в аварийном, вышла на вот такой серьезный ремонт с соблюдением соответствующих сроков. Ремонт осуществлялся в рамках целевой программы «Развитие образования в Средловской области» и на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Софинансирование с этого года у нас проходило с областным бюджетом на уровне 50 на 50. То есть 50% привлекаемых средств местного бюджета соотносилось со средствами 50% областного бюджета в рамках реализации целевой программы «Развитие системы образования в Средловской области». Конкурс на выполнение ремонтных работ проводился в мае. Выиграла городская компания. Капитальный ремонт кровли подрядчик завершил досрочно. 1 июня был запланирован и также начат капитальный ремонт данной кровли. 16 июля мы завершили полный цикл работ по ремонту данного вида кровли. Здесь производилась полностью и частичная разборка старой кровли. Гарантия, конечно, существует на все виды работ при условии правильной эксплуатации кровли. У нас 5 лет по данному объекту. Оценить проделанный ремонт смогла комиссия, принимавшая школу к новому учебному году. К тому же после ремонта был восстановлен ряд учебных помещений, что позволит теперь перевести весь образовательный процесс на режим работы в одну смену. Мы смогли открыть учебное помещение для будущих первоклассников. Мы смогли открыть закрытый в течение всего учебного года актовый зал, урегулировать занятия на 2015-2016 учебный год физкультуры в протекающем спортивном зале. Были отремонтированы еще пять учебных помещений, которые подвергались течи, где было небезопасно проводить образовательный процесс. Сами сотрудники школы, шефствующие организации, родители тоже не сидели сложа руки. В классах и залах, пострадавших от протечек, производился косметический ремонт. Поскольку ремонт кровли – это софинансирование городского и областного бюджета, то косметический ремонт школы, спортивный зал, актовый зал, кабинеты – это все дело рук родительской общественности, помощь наших шефов. Вклад родителей и шефствующих организаций отметил также и глава города. В современных условиях требования к школе растут, а сами здания стареют. И порой обеспечить проведение всех необходимых работ для подготовки школ к учебному году за счет городского бюджета невозможно. У бюджета есть проблемы, не все вопросы мы удовлетворить можем, но для этого у нас есть с вами администрация, для этого у нас с вами есть депутаты, есть наши предприятия, надо сказать. Я отмечаю очень неплохую шефскую работу предприятий комбината «Урал-Азбес», потому что где бы я сегодня ни был, и вчера руководители образовательных учреждений очень тепло отзываются. Особую гордость директора школы номер 8 Светланы Гончаровой вызывает обновленный актовый зал. Именно здесь, скорее всего, пройдет последний звонок для выпускников 2016 года. Татьяна Мельникова, Антон Машков, Новости АТВ.